Я побывал на выставке, которая посвящена лучшим российским фотографиям 2009 года. Но и с учетом того, что мне эта тема сама по себе интересна, хотел бы сказать несколько слов о фотографии. Вообще фотография — это довольно новое искусство, если брать историческую перспективу, буквально чуть более 150 лет. Каждое искусство имеет одну функцию — оно помогает по-своему отображать окружающий мир. Это помогает увидеть в нем то, чего мы раньше не видели, не замечали, узнать о том, о чем раньше не знали. Но у фотографии есть и особая своя функция, своя миссия. Фотография в силу достаточной простоты изготовления, неважно, о чем идет речь, дагеротип или даже цифровая фотография, иногда кажется, что это очень легкое дело, такое легковесное развлечение, способное предоставить возможность отдохнуть, либо какой-то хорошей камерой или просто с мыльницей в руке. Но проходят годы, и каждый негатив, который был создан, или каждый цифровой файл приобретает особый смысл. Он остается точной копией мгновения жизни. И в этом плане создает особое настроение и фотографу, и, конечно, тем, кто попал в объектив, если это люди, и тем, кто просто смотрит на эту фотографию. И вот, на мой взгляд, основной смысл самой фотографии, основной смысл фото как искусства заключается в особой, если хотите, печали о той частичке времени, которая уже никогда не вернется. И, мне кажется, в этом значение фотографии. Теперь несколько слов о том, что зачастую спрашивают у меня, давно ли я занимаюсь фотосъемкой. Я достаточно давно стал интересоваться фотографией. Впервые это было в тот период, когда я пошел во дворец пионеров, то есть уже совсем-совсем давно, уже почти лет 35, наверное, назад. У меня тогда была чудесная фотокамера, называлась она «Смена 8М». Кто когда-то занимался фотографией, в тот период знает, это был самый простой советский фотоаппарат, самый дешевый, с самой плохой оптикой, ну, самой обычной оптикой, скажем так. И самый, наверное, трудный для того, чтобы его использовать, потому что там не было ни дальномера, все нужно было, так сказать, крутить на глаз, соответственно, определять и экспозицию. Там не было других приспособлений, необходимых для того, чтобы делать качественное фото. Но что было хорошо, именно потому что он простой, не навороченный, как принято говорить, и удавалось делать снимки, которые требовали трудоотдачи, то есть требовали необходимости разобраться в том, как выставить экспозицию, там, свет какой-то поставить, просто навести на резкость. Это такой опыт, метод проб и ошибок. Ну и, конечно, сам по себе негативный процесс, так называемый, то есть сначала проявление, потом фиксация, потом печать, потом те же самые процедуры, там, высушить фотографии. Это все часть жизни, которая никогда мною не заботится. Вот, может быть, поэтому для меня это увлечение остается таким интересным. Я, правда, очень долгое время не снимал и начал снимать уже в более зрелом возрасте, наверное, после 30 лет. И стал уже делать это, так сказать, ну, что называется, в удовольствие, когда появилась возможность приобретать и современную технику. Что снимать? Это всегда тот вопрос, который стоит перед любым человеком, перед любым человеком, который взял в руки фотоаппарат. Мне нравится снимать и пейзажи, мне нравится снимать архитектуру. И, конечно, мне нравится снимать людей, но, если говорить по-честному, людей мне снимать очень непросто, потому что в силу моей работы это будет странно выглядеть, если я в какой-то момент выбегу с фотоаппаратом и начну кого-то фотографировать. Боюсь, просто люди меня не поймут. Вот. А все остальное снимать интересно и, конечно, по-разному получается, как у любого человека, который щелкает. Теперь отношение техники. Тоже тема, которая часто задается в блогах, чем я снимаю. Ну, сейчас, слава богу, много всего продается. Я когда-то, может быть, лет 10 назад купил несколько приличных камер, которые снимали на пленку, Canon. Ну, а сейчас я снимаю в основном, конечно, на цифру, но иногда балуюсь и пленкой. Хотя это, конечно, более сложная вещь, чего там скрывать, но в пленке есть свой аромат, как известно. Значит, поэтому это могут быть разные фотоаппараты. Вот один из них я покажу, довольно такой сложный с точки зрения эксплуатации для обычного человека. Это лейка, причем классическая лейка, это новая цифровая модификация M9. Есть и другие фотоаппараты, которыми я пользуюсь. Это и Canon, и Nikon. Это хорошие цифровые камеры с большими объективами. Недавно мне дали попробовать новую лейку. Это новая такая серьезная камера. Я обратил внимание на то, что фотографы отметили это. Значит, сложная камера достаточно, но с высокой разрешающей способностью, с очень серьезной матрицей так называемой. То есть количество пикселов там очень и очень значительное. Если у меня есть свободная минутка, я стараюсь фотографировать. Причем делаю это не только в домашних условиях, практически в любую командировку я с собой беру камеру. Честно скажу, далеко не всегда получается сфотографировать что-то. Но если получается, а это в основном фотографии либо из резиденции или из гостиниц, потому что по-другому сложно фотографировать, иногда, кстати, из машины, то мне кажется, что это интересно для меня, потому что остается память о той или иной поездке. А езжу я немало. Вот, пожалуй, и все, что мне бы хотелось рассказать о моем увлечении фотографией. Я надеюсь, что это искусство будет и дальше развиваться. Я посмотрел сейчас выставку. Выставка «Превосходная». Она именно показывает то, как выглядит наша страна, выглядит абсолютно конкретный период в 2009 году. Это и, что называются, такие фотографии высокие, когда каждая фотография – это отдельная постановка. Это и совершенно случайные кадры. Но самое главное, что это именно вот этот кусочек нашего государства, нашей страны, нашей жизни, сделанный в 2009 году. И если такого рода экспозиции будут появляться, мне кажется, это всем будет интересно. Тем более, что сюда приходят самые разные люди. И те, кто уже давно фотографируют и считают себя мэтром фотографии, и те, кто это делает первый раз на совсем недорогую камеру. И те, и другие находятся в равном положении. Это здорово. Я хотел бы всем пожелать удачных снимков. Мне кажется, это хорошее искусство и просто хороший отдых.